Привет, друзья! Есть одна тема, которой я еще никогда не касался за все время ведения канала. По названию ролика вы уже поняли, что это за тема. Да, мы сегодня будем говорить о любви. О любви тех, кого мы каждый день видим на экранах своих телевизоров. Кого мы сначала выбираем на президентских выборах, а потом начинаем нещадно критиковать за то, что они не выполняют свои обещания и обманывают своих избирателей. Только говорить мы сегодня будем не о нашей к ним любви, а о их любви к женщинам. Итак, кто они, жены президентов? Вы знаете, я даже почему-то никогда не задумывался над тем, а как выглядит жена первого президента Украины Ленида Кравчука. И я поймал себя на мысли, что я никогда не видел, чтобы Кравчук на официальных приемах стоял со своей женой. Конечно, вполне возможно, что он продолжил традицию с советских времен. Мы ведь не помним, чтобы те же Брежнев и те, кто были после него, на официальных мероприятиях были со своими женами. Но вернемся к супруге первого президента. Согласитесь, даже в прессе мы практически никогда не видели фотографий Ленида Кравчука вместе со своей женой. Антонина Кравчук, по ее словам, никогда не планировала становиться первой леди. Но жизнь повернулась так, что на ею все-таки стало. В общем, как я уже говорил, она не сопровождала мужа в официальных визитах. Таким образом, она продолжила ту традицию, когда жен генеральных секретарей никто не видел. И вот смотрите, прошло уже столько лет, как Кравчук сложил себе полномочия президента. О его личной жизни мы практически ничего не знаем. Но тут уже все понятно. Как я уже говорил, это все тянется с тех еще партийных времен. И оказывается, о личной жизни супруга первого президента Украины рассказала всего лишь один раз, уже через много лет после того, как Кравчук уже сложил в себя президентские полномочия. Как она тогда рассказала, что их любовь, это не была любовь с первого взгляда. Ну а затем, как мы знаем, в 1994 году Леонид Кравчук довольно неожиданно проиграл президентские выборы. Как мы помним, он не побоялся пойти на досрочные выборы, предполагая, что явных конкурентов у него нет. Тогда, как он сам рассказывал, большую роль сыграло его окружение. Ему прожужжали все уши, что он лучший, что народ очень его высоко ценит, что именно он добыл для Украины независимость и так далее, и такое прочее. И как мы помним, Кравчук тогда выборы проиграл, и президентом стал Леонид Кучма. А поскольку о нем мы уже все знаем, то говорить мы будем о его второй половинке. Людмила Кучма до замужества Талалаева была полной противоположностью своей предшественнице. Я всегда говорю, что я не леди, я всегда говорю, что я жена президента. После того, как Кучма стал президентом, Украина узнала, что у нас уже есть настоящая первая леди. И именно в этом статусе Людмила Кучма прибывала два президентских термина. Их союз был одним из самых крепких в украинской политике. Но лишь одна из них тревожит, у нас вся покой и сон, когда влюблен. Можно вспомнить, как Людмила Кучма сопровождала во время визита в Украину тогдашнюю первую леди Америки Хилари Клинтон. После того она стала все более и более быть похожей на жен президентов западных стран. Она начинает очень серьезно заниматься благотворительностью и посещать детские медицинские учреждения. Единственное, что ей так и не удалось осилить за два термина ее мужа, так это толком выучить украинский язык. Но отбыв два срока и порядком надоев украинцам, Леонид Кучма уходит из политической арены и президентом становится Виктор Ющенко. Если вы помните, то его приход в власти сопровождался помаранчевой революцией. Все тогда бегали и кричали «Разом нас богато, нас не подолаты». Одним словом, Ющенко тогда казался многим новой мессией, которая действительно может приблизить нас к европейским ценностям. Но, как оказалось, вся его деятельность свелась к постоянному противостоянию с Юлией Тимошенко и открытием чуть ли не в каждом украинском городе памятников Голодомору. Итак, после помаранчевой революции первой леди становится Катерина Ющенко. До замужества Чумаченко. Родилась она в США в украинской семье. Со своим супругом Виктором Ющенко она познакомилась, как это неудивительно, в самолете. Их отношения принимают серьезный оборот и для того, чтобы быть вместе с любимым, она решается перебраться в Украину. То есть она бросает работу в США, а Виктор Ющенко бросает свою первую жену и обручается с Катериной. Конечно, если говорить, чем занималась первая леди Катерина Ющенко, то сразу вспоминается задуманное ею строительство так называемой больницы будущего. В то время в региональных отделениях Государственного счетбанка появились рекламные листовки с призывом жертвовать для детской больницы будущего. И для этой цели первая леди создала благотворительный фонд. Все помнят печальную судьбу как непосредственно больницы, так и этого фонда. Этот фонд растаял, а денежки уплыли, как с белых яблонь дым. Тогда учителя и медики перечисляли в фонд свой однодневный заработок. На благородное дело, призванное дать надежду тысячам обездоленных больных украинских детей, тогда было пожертвовано более 300 миллионов гривен. Тогда красиво перед камерами Катерина Ющенко заложила памятную капсулу в фундамент. И на этом все. Никакой больницы, как вы понимаете, построено не было. Ну а после бесславного президента Ющенко наступила эра нового президента Виктора Януковича. Что запомнилось? Это то, что он почти никогда и нигде не появлялся вместе со своей законной женой. Зателефоновал мой супруг Виктор Федорович. Кажи, хорошо проживаешь? Говорю, батья, я стараюсь. А почему он не появлялся с ней, стало понятно после одного очень известного выступления Людмилы Янукович. Дорогие друзья, я из Киева. Я могу вам сказать, что там делается. Там просто оранжевый шабаш. Значит, стоят валеночки лягами, перчатки, шарфики, курточки, палатки вот с таким, значит, подиумом, эти самые, матрасики. Все везде, все американское. Мало того, президент Янукович даже не перевез законную супругу в свою резиденцию под Киевом. И очень скоро вся страна узнала, почему. Потому что Виктор Федорович нашел себе новую любовь. И звали ее Любовь Полежай. До его Лира Карпова и Полежай иногда приезжала подивиться каблучку чи брошку. Я не знала, кто она. Очень долго. Я даже не могла подумать. Потому что это настолько, ну, это настолько скромный вообще, удивительный человек. Она жила в золотой клетке. Вы где-то слышали про нее, нет? Женщина, которая не выставляла себя нигде. Она не была публичным человеком. После известных событий именно с Любовь Полежай Янукович бежит в Россию. Затем он разводится с законной супругой. И уже в России у него с Полежай рождается ребенок. Ну, а дальше настает черед Марины Порошенко. До брака она носила фамилию Переведенцева. Родилась в Киеве и работала врачом-кардиологом. Работала она недолго, потому что ей пришлось уйти с профессии, чтобы посвятить себя семейной жизни. В законном браке с Петром Порошенко Марина пребывает уже в 40 лет и вместе не воспитывает четырех детей. И вся родня усердно агитировала за Петра Порошенко в двух президентских кампаниях. Чем она запомнилась? Ну, может быть, тем, как она вела утреннюю гимнастику на телеканале Рената Ахметова. Сегодня уже третий день, как мы с вами встречаемся в ритме спорта. Ну, и, конечно, она запомнилась просто позорным чтением заповита Тараса Григорьевича Шевченко. Я говорю, что поховайте меня на ногу, среди степа широкого на Украине. Чтобы лани в широкополе, и Дніпро, и круче, чтобы было видно, было чудо, как рыбели очи. Спасибо. Спасибо. В Карпаттине мы можем. Супер. Как понесет Дніпро кушеное море, ворожую кровь. Ну, и дальше наступает черед супруги нынешнего президента Елены Зеленской. Они познакомились в университете и вместе уже 25 лет. Воспитывают двоих детей. Ранее супруга президента работала в 95-м квартале и писала сценарии. И нужно сказать, что в отличие от предыдущих президентов, супруга Владимира Зеленского частенько сопровождает действующего президента в поездках и присутствует на официальных приемах. Но поскольку она в статусе первой леди находится всего лишь один год, то ни в чем особенном она себя проявить еще не успела. А на этом, друзья, у меня на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Продолжение следует...